Коллеги, продэкспо 2022 вновь на ваших экранах. Мы продолжаем освещать выставку. И со мной снова потрясающий спикер, с которым мы уже общались в том году. И нам есть о чем поговорить. Здравствуйте, Сергей. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Соломин Сергей. Я представляю группу компании Викона. Год назад, ровно здесь, на этом месте, я анонсировал несколько предварительных этапов, которых мы хотели бы достигнуть в развитии своего бизнеса, во взаимоотношениях с российским ритейлом. На сегодняшний день, я скажу четко, эти этапы совершились. Первый из них. В истекшем году мы вложили огромное количество усилий интеллектуальных, финансовых, управленческих, технологических в строительство новой площадки по сортировке входящего сырья, полиэтиленового сырья от всего российского ритейла. Площадка эта открыта на сегодняшний день. Она работает уже примерно на 70% мощности по загрузке. Площадка уникальна тем, что там мы сформировали инновационную технологическую линию с минимальным количеством персонала, что позволяет работать в условиях пандемии, работать в условиях ограничения присутствия сотрудников на месте. Нам не требуется личностная коммуникация с ритейлом для того, чтобы организовать процесс выкупа, вывоза, доставки, сортировки, прессовки, переработки сырья, которым мы заняты с ритейлом. Площадка настолько уникальна по своим технологическим и санитарно-эпидемиологическим свойствам, что мы с гордостью говорим о том, что мы готовы пригласить всех заинтересованных сотрудников компании российского ритейла для того, чтобы посетить эту площадку с экскурсией, в присутствии кинокамер, в присутствии прессы, федеральной прессы, нашей прессы ритейла и всех, кому интересно посмотреть, как это работает. И мы приглашаем всех заинтересованных лиц с тем, чтобы начать сотрудничество с теми ритейлерами, с которыми мы еще на сегодняшний день по тем или иным причинам не вступили в взаимодействие. Я напомню, что мы выкупаем группу полимеров полиэтилен из российского ритейла. Наши крупнейшие продавцы – это X5 Retail, Агроторг, это Лента, это Дикси. По сути, мы имеем географию выкупа из российского ритейла группа полиэтиленов от Брянска до Тюмени, включая Южное Поволжье, включая Северный Кавказ. Это огромная география. По сути, мы не только стали крупнейшим покупателем с точки зрения финансов, с точки зрения технологического процесса переработки, но и крупнейшим логистом для переработки вторичного сырья в ритейле по группе полиэтилен. Мы приглашаем весь заинтересованный ритейл не только внимательно посмотреть на то, что мы делаем на сегодняшний день, но и оценить результат переработки этого сырья. Конечным результатом переработки группы полиэтиленов из российского ритейла для нас является пленка, стретч-пленка с использованием вторичного сырья на основе наших инновационных технологий, которые мы успешно продаем уже больше года в группу Дикси. На сегодняшний день у нас подписаны контракты и реализуются контракты с группой «Магнит» и с группой «Х5 Ритейл». Это наши крупнейшие покупатели. И мы думаем, что примерно через полгода с вводом в действие новых мощностей линии по выпуску готовой стретч-пленки мы готовы будем удовлетворить потребности как группы «Х5 Ритейл», так группы «Магнит», так и нескольких других крупнейших ритейлов страны по нашей готовой стретч-пленке, по уникальной технологии. Мало того, мы даже выдумываем стретч-пленку с оригинальной рецептурой, сертифицированной под названием торговых сетей. В частности, у нас зарегистрирована торговая марка официальная стретч-пленки под названием «Дикси». Она полностью сертифицирована. Мы можем сертифицировать уникальный продукт абсолютно для каждого российского ритейлера. На сегодняшний день мы находимся буквально в одном шаге от того, чтобы получить лицензию на выкуп, хранение, переработку и изготовление конечной продукции, отходов четвертого класса опасности. По сути, весь российский ритейл оперирует с этими отходами. На сегодняшний день, пока еще государство не вменило российскому ритейлу лицензирование подобного вида деятельности, я думаю, что мы все недалеки от того, что это будет лицензироваться в очень скором времени. Мы будем первой лицензированной компанией, контрагентом, выкупающим из торговых сетей пленку, пленку «Микс», стретч-пленку. Кроме этого, на сегодняшний день наш дефицит в сырье, кроме того, что мы выкупаем российское сырье, настолько велик, что примерно 500 тонн в месяц я испытываю там достаточно большой дефицит, и я обратился в ритейл других стран. И примерно через полгода мой дефицит будет примерно 1000 тонн в месяц. На сегодняшний день мы очень серьезно рассматриваем альянсы с несколькими странами Восточной Европы, будем выкупать оттуда еще достаточно большое количество стретч-пленки. Чтобы было понимание, о чем идет речь, сегодня я выкупаю примерно 4-4,5 тысячи тонн в месяц с вот той географией, о которой я говорил. Нуждаюсь еще примерно в 1000 тонн, плюс на хранение я готов даже без переработки взять еще примерно 2-3 тысячи тонн, просто для того, чтобы там хранить на собственной площадке, ну, как стратегический резерв, как для себя, так и для тех ритейлеров, которым потребуется готовая стретч-пленка из моего сырья. Вот таков масштаб бизнеса на сегодняшний день, таковы наши достижения. Мы приглашаем всех заинтересованных ритейлеров страны вступить с нами в диалог как по выкупу сырья, так и по реализации готовой стретч-пленки с использованием их сырья, либо иного сырья качественно, наивысшей категории. Спасибо большое. Спасибо большое вам. Самое главное, что хочется сказать, то, что вы все время идете на шаг впереди. Мы говорили с вами год назад, год назад были поставлены какие-то цели, которые сейчас уже абсолютно живые, рабочие моменты, которые уже достигнуты. И получается то, что вы делаете сейчас по поводу лицензии и так далее, все равно вы идете на шаг впереди остальных. Пожелаем вам удачи и надеюсь, что наше интервью тоже сегодня наметит какие-то планы на следующий год, и мы с удовольствием с вами в следующем году тоже пообщаемся, то, что все цели будут достигнуты. Спасибо большое. Я думаю, что через год, даю следующий анонс, через год мы будем выкупать примерно 6,5-7 тысяч тонн. Это, наверное, половина, абсолютно половина всей стреч-пленки в России, которая может накапливаться, по крайней мере, в ритейле. Мы будем работать с несколькими странами Восточной Европы. Мы начнем строительство, ну, как минимум, еще одной перерабатывающей площадки, перерабатывающего комплекса, географически удаленного от московского региона, либо в сторону юга, либо в сторону, глубоко в сторону востока. Таким образом, мы постепенно начнем покрывать сетью площадок по переработке пленки территорию страны. Их будет там 4-5 огромных комплексов, которые позволят нам полностью саккумулировать всю вторичную пленку, весь вторичный стреч от российского ритейла. Спасибо огромное. Спасибо, до встречи в следующем году. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok